В очередной раз Новокубанский район посетила делегация уфологов во главе с руководителем общественной организации по исследованию аномальных явлений и НЛО «Космопоиск» Вадимом Чернобровым. Необычные гости разбили свой лагерь в районе Станицы Прошнокопской, вблизи известных пушкинских мест. Пообщаться с учеными могли все желающие. Специалисты отдела по молодежной политике организовали форумную площадку «Встречу уфологов с активистами молодежного движения, школьниками и студентами». В неформальной обстановке участники экспедиции рассказали о своей деятельности. Они пояснили, что Новокубанск можно с уверенностью назвать родиной кругов на полях. «Больше всего подобных явлений происходит на Кубане. А если говорить о Кубане, то больше всего в Краснодарском крае вот этот куст появлений кругов на полях происходит здесь. Круги на полях появляются нигде попало. Они появляются по определенным полосам. Эти полосы примерно 100 километров шириной. И так уж получилось. Не знаю, посчитайте вы, что вам повезло, что Новокубанск находится в середине этой самой полосы, одной из этих полос». Делегатов известной уфологической организации посетил глава муниципального образования Александр Гомодин. Александр Владимирович поблагодарил членов «Космопоиска» за посещение района, интересный рассказ и неповторимую атмосферу приключений. «Мы пока не можем этого познать. Ну, наверное, может быть, когда-нибудь и узнаем. Но, по крайней мере, это сегодня нам дает повод общаться самим, общаться ребятам, детям, увлеченным людям. Это уже прекрасно». Руководитель организации «Космопоиск» Вадим Чернобров рассказал о своих исследованиях, находках и наблюдениях. Провел увлекательный экскурс в историю, после чего ответил на вопросы собравшихся. Встреча у костра проходила оживленно. «Это замечательная встреча. Я такое, если честно, вижу впервые. Никогда к нам не приезжала такая делегация людей, включая даже главу Новокубанского района. Потрясающее событие». Новокубанские энтузиасты поблагодарили гостей за интересно проведенное время на свежем воздухе. Теперь каждый из собравшихся знает, куда обращаться в случае обнаружения неопознанного и неизвестного и готов послужить новым открытием и науке. Роман Габарец из Новокубанска. Служба новостей Армавира.